Мы говорим о том, какая бывает скандинавская нечисть и каким образом мы отыгрываем их на наших живых ролевых играх. Так что, ну сразу, что будет речь идти не о скандинавской нефологии, богах, героях, альбах, хятуна и прочее, а именно о нечисти, о низших существах и скандинавской нефологии. Ну, все знают, что ролевая игра всегда в средне такому спектаклю, в средне театру. То есть, если человек входит в роль, то от этого хорошо не только ему, но и всем окружающим, то есть не играет. Он создает этот свет, он помогает себя почувствовать другим в том мире, в который они взялись играть. Какие же есть в скандинаве представители низшей мифологии, о которых мы, может, что-то знаем, а может, что-то нет? Как мы можем в них играть? Ну, давайте с самых распространенных начнем. Это, собственно, тролли. Тролли, они обычно либо крупные, либо вообще огромные. Бывают тролли лесные, бывают горные. Говорят еще, конечно, о морских троллях, но так в основном называют просто водяного. Они довольно простодушны по своему складу ума, но при этом ужасно злобны. Говорят, что тролль, когда разозлится, он может просто убить человека, не думая, может его, как говорится, искушать. Да, они все-таки относятся к отряду маякопитающих. То есть они рождают в себе детенышей, детей. Но родители, наверное, будут стать, как говорят, один раз в своей жизни. То есть рождается у них ребенок, рождается сразу в плоне, и больше троллей не бывают. Это просто классическое представление с ненавидами. Как ни странно, они едят такие неудобоваримые вещи, как древесный уголь, иногда землю, древесину, даже бетон. Люди не часто видят, ну, видят тролли, и поэтому, ну, как-то разница представления об их внешнем виде. Они бывают вообще похожи на человека, бывают не похожи ни на что. Это в зависимости от разновидности тролля. Иногда они предпочитают скрываться от людей, но зачастую они с человеком все-таки взаимодействуют. У троллей разная степень общительности. Они, например, могут жить вообще в одиночку. Тролль живет отдельно, иногда занимает при этом целую подземную пещеру. И ему там, в общем-то, комфортно он чувствует себя так, совершенно хозяином. Но, однако, бывает, что тролли изображают, что они живут семьей. То есть классическая семья как у человека, так и тролля. А бывает, что у них есть даже своя иерархия. То есть, если живет троллья община, у них, то есть, есть божа, его отданные. Ну и, соответственно, там младший подчиняется, старший и прочее. То есть, как в человеческой общине, как в человеческой семье. Тролли пользуются оружием. Они носят одежду. Все это у них подчеркнуто грубое, простенькое. То есть, меча они из оружия, например, не освоили. Но они пользуются пальцей, головой и очень-очень хорошо вкидают камни. Продолжительность жизни этих созданий так и осталась для людей загадкой. Говорят, что они могут жить от тысячи, аж до двенадцати тысячи лет. То есть, на глазах у молодого тролля считают, что дубовый лес мог вырасти и погибнуть трижды. А у старого семь раз. Есть такая разнообразная тролли, которые живут под мостами. Они несколько отличаются от своих собратьев. То есть, чем прежде всего они не боятся солнечного света. И единственное, чем их можно погубить, это, собственно, разрушив мост, который они построили и под которым они живут. Тролли – прирожденные охотники. И вот, несмотря на свое простодушие для человека, они опасны тем, что у них очень развито обоняние. А если встретить тролля, то лучше спасаться бельством. Но ни в коем случае не прятаться. Бегатой. Немного быстрее человека, потому что несколько не ублюж. А вот запаху он может спрятавшегося найти. Очень легко. И тогда будет плохо. Почему они, собственно, не могли освоить такое оружие, как меч? Дело в том, что они не любят браться руками за железо. Оно не снартельно для них. Оно их не ранит одним прикосновением, как и для других полковных существ. Но, однако, им это просто неприятно. Бывают тролли вообще много не животных, а бывают такие достаточно развитые, которые умеют немножко подколдовать и владеют всякими волшебными предметами. Некоторые сказки тролли изображаются доводушными, но это получается крайне-крайне редко. Каким образом тролли может взаимодействовать с человеком и при каких обстоятельствах, прежде всего, человек с ними может встретиться. Вот с этого, в общем-то, и начинается, наверное, отыгрыш этого существа. Правда? Ой, и греха. Вы как думаете, зачем вообще человек может, допустим, искать встречи с троллей, если он это сделал не случайно? Я полагаю, тролли есть что взять, раз они не любят золото и не металлы. Да, прячут. Они прячут. Именно прячут. И вот во что мы можем поиграть в тролевке, это, допустим, задача такая квест. Взять золото тролля. Золото они, конечно, не питаются, но они любят хранить его в сундуках. И очень любят им хвастаться. Сказали про одного тролля, который выставлял сундучок золота на горе и громко хлопал крышкой, когда на дороге появлялся публик. То есть вот ему не нужно было ни для чего вот это действие, кроме того, чтобы похвастаться, что у него есть золото. Троли не особо умны, но они достаточно хвастливы. И вот этим можно воспользоваться, когда начнешь отнимать у них золото. А скажите, пожалуйста, а в чем трудность игрока, который возьмется на живой тролевой игре отыгрывать тролля? Как биться от живающих золота? Да. Ну, в общем-то, да, наверное. А вот как реалистично? Вот почему трудно тролля реалистично отыграть? Я не говорю о внешнем виде, который можно смоделировать, в общем-то, легко. Там, допустим, грубая одежда, шкура, можно чем-то лицо раскрасить, ну, бедвина, пальцы. Вот, а почему тролли внутренние трудности игроки? Может быть, характер сминировать. Характер, конечно. Валент, это характер, это еще можно. А вот я вначале упомянула о том, что тролли, они весьма простодушны. Как-то раз на форуме попался такой вопрос. Обсуждали, вот, вот вашему игроку дается столько-то очков за сообразительность, вашему игроку столько-то, а они спрашивают, а вот моему дали много, а что мне, как мне быть, если у меня персонаж получился умнее меня? А здесь несколько, допустим, другая ситуация. Человек задумается, а вот как мне отыгрывать тролли, если тролль простодушнее меня? Ну, глупее, грубее, грубо говоря. Ну, все-таки глупее отыгрывать немножко легче, вернее, конкретно легче, чем того персонажа, который превосходит тебя по каким-то характеристикам. Действительно, скорее всего, так как это довольно простые создания, и их манера поведения немножко может сходить на человеческих детей, которые еще не оморчены переживаниями взрослых, какими-то интригами и так далее. Ну, как вариант. Тогда просто в начале игры игрок дает себе распространение, что душой он ребенок, он, в общем-то, не любит людей, но он склонен им, в общем-то, доверять. Он считает в тайне их умнее, чем он. Поэтому он их особо это и не любит. Да, звезд-то, ну, если тебя что-то спрашивают, перед каждым ответом медленно в уме считай до пяти и выбирай самый очевидный вариант кистии. Ну, как вариант. Как вариант. Сначала гейт. Потом считай до пяти. Ну, они разные характеры, они такие животные-то, разные, как люди. Вот, в гандинавских сказках часто действует такой герой, вроде нашей бабушки-дурачка, Эстен Аскалада, Эстен Замарашка. И он регулярно, что не сказка, там встречается с троллями. То он у них принцессу отбивает, то он у них золото забирает, в общем, что такое бег. Он регулярно тролля обманывает. Это, естественно, тролль будет рялость. И вот он начинает от этого заворажку гонять. Собственно, сюжет, иллюстрация тролльских сказок. А скажите, а вот за что люди могут не любить тролля, кроме того, что он, допустим, просто злобно существует и при встрече может напасть? За внешний вид. За внешний вид. За внешний вид, да. А вот насчет его действий, допустим, что он может сделать еще такого нехорошего, чтобы одец, жена... Разрушить жилище, напасть на скот. Напасть на скот, да. Причем открытую. А еще, я так и немножко подскажу, тролль может похищать женщин, человеческих. Женщин видят в них при этом не еду, а видят в них в себе будущих жен. Притом они, когда, говорят, похищают женщину, он держит ее у себя в горе, как чернорабочего. Она его обстирывает, ему готовит, но он с ней плохо обращается. Поэтому, одна из таких пластов на ролевке, может быть, какая, эту пленницу освободить. Правильно? А по-моему, она не хочет. Ей раздравится. Может быть, сейчас я тебя отмечу в самом деле. Целая пещера золота. Может быть, и не захочет, тоже как вариант. Вот представьте, человеку дали квест «Освобождать пленницу». Он обманул тролля одного, второго, пробрался в эту гору, там у костра сидит девушка, кушает печень и говорит, слушай, действительно, мой муж богатый, у меня тут все есть, все для меня одно, а то, что он покрутит иногда, ну, это уж изменяет, бывает. Вообще это подседенное дело. То есть это ваше зеленое дело. Так что, человек бывает, что попав в царство троллей, он даже заходит там с ними дружбу. В некоторых сказках, правда, это крайне редко. Тролли люди помогают, или человек помогает троллю. Тролль помогает своей силой, а человек, соответственно, смекалкой. Но, если все-таки между ними начинается вражда, то на тролле есть управа. И как вы думаете, какая? Вот, если они, во-первых, боятся некоторых вещей. Просто боятся. Они боятся колокольного звона. Поэтому, если, допустим, на игре моделируется храм, церковь, да, то можно при приближении игроконтроля элементарно звонить колоколу. Для этого его нужно заметить, пока он в деревне пришел. Потом, они боятся громких звуков, как таковой грозы. А боятся выстрелов. Но это если мы не в средневековье играем, а в более поздние эпохи. То есть, к тролям надо ходить с поворюшкой и кастрюлють. Подходишь и начинаешь на петену переградить. Ну, может быть, и так сказать. Это гроза. Закрой глаза. Вот сейчас гроза начнется. Я называю это грозой. Так. А еще есть такая на него управа, которая особенно знакома маленьким детям. Именно так они с троллями расправляются. Как это не странно? Как вы думаете, какая? Плачет. Нет? Он задает загадки, скорее всего. Конечно! Они играют в загадки. И нужно просто загадать троллю загадкой. Если он гадает, он загадает свою. И так они загадками, вопросами и ответами перебрасываются, пока не наступает обычный рассвет. И тролль от этого превращается в камень. Ну, взаимодействие троллей с другими сказочными существами, это как-то, в общем-то, не освещалось. Нигде, в общем-то, не говорилось, что тролли организованно с кем-то там дрались, допустим, ну, там, с альвами или с лергами или с кем-то еще. Но это тоже при желании можно смоделировать. Это как-бы на усмотрение мастеров, на усмотрение игроков. Местная такая ситуация. так. Так что вот. Следующий, собственно, о чем можно поговорить, вот тролли, они представители совершенно враждебного людям мира вообще, ну, скандинавов, в их суровых природных условиях была такая, ну, фишка, что они четко делили воде, но, чужое, то есть наш мир, тот мир, то есть вот дом, очаг, это наш мир, он здесь безопасно, тепло, везде, да, все, лес, морское побережье, речка, озеро, и даже мельница, это мир уже не наш, это чужой. И там, именно оттуда приходят опасности. Но и в самом доме человека тоже есть представители, ну, так, скандинавской нечисти. Этих человечков зовут скандинавий Нисси. Они живут в домах или барах и помогают христианам в основном тайно. Не каждый догадается, что ему именно помог вот маленький домовичок. Нисси, они, как и люди, они рождаются, живут, правда, очень-очень долго живут, постепенно ставятся, оставляют после себя потомство, детей, внуков, правнуков. Также живут все время, передают им свои тайны, свои секреты. То есть у них тоже человеческое общество. Но человеческое общество не нашей стороны, а именно потустороннее, потустороннего мира. Из Нисси в фольклоре образовался, так называемый, рождественский Нисси. То есть Юлия Нисси, как Санта-Клаус, допустим. И почему такая легенда пошла? Есть сказка о том, как девочка, послушав рассказы старшего брата, она поставила башмак в очаг. До нее никто не делает. Тот решил посмеяться над сестренкой и сказал, что ну вот смотри, тебе там подарок будет. Она поставила башмак и домовой Нисси пожалеет девочку, потому что если она не получит подарки на это Рождество, она расстроится, будет плакать, взял и положили ей пару монеток. И таким образом у этих маленьких лесных домовичков пошел такой обычай, чтобы класть в ботинки или чулочки ребятишек, если они повесили Рождественскую ночь на рождество, маленькие подарки, в основном монетки. Ну, хозяева скандинавского хутора, они всегда же не блогствовали. Когда человек отходит ко сну, он оказывается несколько в беспомощном состоянии, ему требоваться постоянная защита. И ночью Нисси выходил из своего убежища, где у него там было, на футере, и обходил свои владения. Если хозяин что-то не успевал сделать, а вот это нужно было сделать, то добрые даровички было, или один ему, или несколько, они ему помогали доделать. То есть, в утро все было сделано. Он старался, чтобы его никто не видел из людей. Они не любят показываться на глазах. Известно, что Нисси очень любят животных. Вот они дружат с животными, и они не едят мясо. Поэтому, если на футере хорошо обращаются со скотом, таких хозяев, их домовичок очень любит, естественно, он помогает. Если же там бьют лошадь, не кормят, не до этого уже коров и так далее, там пинают собак, естественно, Нисси сначала люди слышат где-то его плачь, а потом он уходит просто с хутора. Ну, не может он жить с такими хозяевами. Особенно Нисси очень любит кошек, ну и лошадей. Часто в сказках, объявав себе одну из лошадок, Нисси начинает за ним ухаживать. И вот хозяин видя, какая красивая, породистая, ну, на породистую похожа стала его рабочая лошадка, вдруг решает ее продать. И когда он это совершает, то Нисси от обиды уходит с хутора, то есть и так все начинает идти на три косяка. А почему? А потому что хозяин продал его любимого друга. А за свой труд Нисси просит только одну винаграду. Он за нее именно работает. Винаграда не большая, но она должна быть приятелой. То есть где-то каждый вечер это делается, где-то только на Рождество, но он, ему, люди, выставляют миску каши с маслом. То есть каша должна быть вкусная, растучая и масла должно быть много. Нисси за эту кашу работает. То есть это само по себе знак их уважения, уважения к ней. Ну и нет больше обиды для Нисси, чем съесть его кашу. Вот из-за этого он может даже избить. Как ни странно, он такой маленький, а силы у него очень много. Есть ли смысл играть в то, что вот в хуторе, если моделируется, допустим, скандинавская усамьера, что там появился мистика? Как это можно отыграть? Ритуально, так сказать, и не прямым взаимодействием с каким-то, с кем-то именно. Хотя можно и так. Но маркерами оставлять подношение, благодарить, но не высматривать, потому что они на это обижаются. И, собственно, радоваться, когда что-то случилось само собой, и говорить, что о, это миссия помогла. Ну да, аквариан. Просто если мастера дают такой, как бы, дополнительный момент, что соблюдать именно обычаи, игроки, да, они им вечером выставляют, ну, можно там несколько раз в день ему выставлять, не забывать эти каши. Моделируется или обычной едой, или чем-то там, просто символизирующим кашу. Вот. И есть такая, есть такой способ, что захочешь заключить себе на хутор миссис, и с ним можно даже заключить договор. То есть пустить слух, что вот на таком хуторе был вот очень-очень нужен вот такой вот маленький помощник, работник. И просто распространить слухи, потому что нельзя же там как бы дать объявление, что я не сищу на работу. Он обычно услышит, он придет в виде обычного человека. Скажет, я тут всем буду наняться на работу, но вот за совсем небольшую плату, дополнительно ко всем, ну, там, заработку, как там хозяева плата, выставляйте мне мисочку каши. Вот если люди хорошо изучили материалы перед ролевой игрой, традиции, все, они поймут, собственно, кто это пришел. То есть вот так можно моделировать. Но это чисто, когда моделируется в виду на жизнь какой-то деревни. Чисто для создания атмосферы. Так. И еще одно существо, приносящее от хутора благополучие, вот, к сожалению, нигде не нашла ее изображение, она называется Драгедотка. Похожа она на маленькую куколку. То есть эта куколка и есть. Человек обычно находит ее на лугу, в поле, чаще в лесу. Так как она маленькая, хорошенькая, он забирает ее с собой домой, ну, просто ставит куда-нибудь ножка. А через некоторое время у него начинает появляться какие-то дополнительное зерно, молоко, простокваша, перепасы, может быть, даже монетки. То есть Драгедотка за то, что ее приютили. Она благодарит своего хозяина тем, что тащит для него вот помаленьку, но у него запасы не иссякают. Денежка не иссякает в кошельке. Но у нее два таких нехороших свойства. Во-первых, от Драгедотки достаточно много пыли и мусора. А почему это так, их неизвестно. Ну, все говорят, если в Драгедотке есть Драгедотка, то там много грязи. Ну, и то, что она доставляет своему хозяину, она это не просто откуда-то там с него берет, она этот антлета тащит у его соседей. То есть, ну, так, переносит, телепортирует волшебным образом с соседских футеров на футер своего хозяина. Вообще, при желании, если какой-то, какому-то человеку, мастер хочет предоставить такое неважное богатство, можно просто подкинуть ему к дому или на дорожке вот эту куколку. И кто его найдет, как бы там мастер, допустим, ходит и тоже так же выдает, ну, маркер, что у вас там, вы, ну, не доработали там что-то, не собрали, но у вас достаточно зерна. У вас намелена мука, у вас подсыпают, вот вам денежки, просто денежки появились в кошельке. Приходит, когда следовало мусор, хэс, и мусор, да. Как вариант. И бабка души не смелет. Чем, кстати, интересно играть в неси? Так, может получиться довольно такая забавная игра. Обычно, если хозяева залучают миссию к себе на кукол, с ним составляют самый настоящий договор, то есть на бумаге, что Нисси – это имя такое-то. Обычно его условно зовут Нисс Бильсон. То есть это понятно, да? Коротко Нисси – это универсальное имя фамилия для всех этих домовичков. Обязуется работать на хозяина кутера, там прописываться за уважение, там, кашу, периодичность доставления каши, хорошее отношение к животным. Ну там, и, соответственно, хозяин обязуется не искать Нисси и не высматривать его. Вот так. Это мы поговорили о тех созданиях, которые рядом с человеком, которые живут с ним в одном доме и достаточно добры к нему. Но человек может сам так измениться, что становится превращается в нечисть. Как вы думаете, есть, в общем-то, ну можно сказать, два способа так измениться человеку, чтобы он стал опасен для окружающих, то есть он переходит на ту сторону мира, как вы думаете, что же с ним такое может случиться? Умереть может быть не по-хорошему. Да, да. Ну вот первый вариант – это померить в лице не по-хорошему. То есть оборотничество и стать драугой. Да, правильно. Ну, во-первых, если мы уж о драугах заговорили, давайте как бы о драуге поговорим. Вообще, на самом деле, не только драуги, то есть ходячий мертвец бывает в стандинавских санках, чаще всего в норвежских упоминается хауби. Это товарищ, который похоронен в кургане, это обитатель кургана, друг продолжающий жизнь в своей могиле, как в доме. Вот живой человек в доме живет, а умерший он в кургане в своем. Обычно это, ну, бывший при жизни великим воином, которым именно насыпали этот курган. То есть там у него все – и лошадь, и собака, и все в заведении. Иногда там есть дашкаран и, конечно, там сокровище и хорошее оружие. Хауби курган не покидает, он не покидает место своего захоронения. Он спокойно снится в кургане, нападает лишь на тех, кто вторгся на его территорию. А как вы думаете, зачем на его территорию вторгаться? За сокровищами. За сокровищами. Обычно, да. Даже вот в средние века у викингов меч, если сравнивать меч, добытый в бою у врага, и меч, украденный из кургана, то последнее – это еще считается более удалая выходка, чем отобрать оружие у врага. Да, верно. Вот такую ситуацию как можно отобирать на игре. Далее. Ну, драун. Собственно, ходящий, драун, ходящий после, раздуливающий после смерти. Этот мертвец выходит из своего холма и доставляет людям много беспокойства. Как правило, вот, правильно, это призраки людей, умерших не своей смертью, не хорошей смертью. Жизнь их оборвалась внезапно. Они покончили с собой, пали от чужой руки, погибли в результате несчастного случая. Отлично, именно в этом случае знак становится драунами. Во многих текстах такие привидения еще и являются близким своим. Вскоре после гибели и сообщают об обстоятельствах самой смерти или места захоронения. Обычно это делается в стихотворной форме, потому что, ну, поэтичные такие существа. Красивые, красивые, красивые являются они, как во сне своему родственнику. Так могут явиться и наяву, вот, в таком жутком страшном виде. Среди них есть те, кто становится призраком, потому что просто не может остаться с чем-либо, что ему было дорого на земле. А как вы думаете, вот, что это может быть? Он, каждый человек, вот, к чему-то привязан. А этот, покинувший жизнь внезапно, он что-то на земле не доделал. Допустим, он, ну, не вырастил своих детей. Это благородная цель, поэтому он не может упокоиться. Он ходит вокруг своей сады. Потом. Кто-то очень любил деньги. У них там, на земле, осталось много денег, которыми они уже не попользуются, потому что они умерли. И вот он постоянно не может расстаться с накопленными жизненными богатствами и вылезает из полгана пересчитывать деньги. Ну, конечно, жизнь в жизни тесно связана с другой движущей силой, которой подчинены эти опасные существа. У них все время мучает их чувство неутолимого голода. То есть оно прямо сжигает их изнутри. Говорят, это как бы неутоленная жажда жизни. Они не дожили, что-то не доделали, им хочется жить еще, но вот как жизнь их оборвалась. Бродячие мертвецы истребляли домашний скот. Бывает, что они его растерзали. Бывает, что загоняли до смерти, разъезжая верхом на животных. Нередко голос и звук вымещали и на людях, на пастухах, особенно, которым попасали скот по ночам. Дыра в окна пости прямо на дом. Особенно он любил залезать на крышу и топать по кровле. Производил ужасный шум, но и, естественно, фугал тех людей, которые в этом доме находились. Поэтому, например, в тех же исландцах есть обычаи, если в сумерках подходишь к дому, к чужому, по какому-то делу, стучать не в дверь, а вставлю окна. И дважды, и тихонько, потому что динарный, мощный удар в дверь, так что она трясется, это, несомненно, признак того, что в дом пытается проникнуть злобная, нечистая сила, которая собирается что-то нехорошее сделать. У драгов их достаточно легко, вот так, отыграть тем, что известна их особенность внешнего вида. Ну да, там дыри можно сделать любой, но также они очень любили красно-бурый цвет. То есть, мужчины, допустим, у них была красно-бура рубашка и штаны. А если призрак женщины, который, кстати, назывался Скотта, от названия шапочки, которая загибалась крючком назад, и такая шапочка называлась Скотта. Они ходили тоже вот в красно-бурый головных боров и носили красные носки. Как в этих легендах, там, Адрау, мне не рассказывают, обязательно в его свете есть что-то красновато-бурого такого оттенка. У кого-то варежка на руке, у кого-то там шарфу, кто-то в капюшоне ходит в красном буром, ну то есть по-разному. Особое положение занимают так называемые утбюрды. Это призрак детей-младенцев, от которого матери избавились, потому что, ну, он родился, он им не нужен был. Раньше их было довольно много. Эти младенцы по вечерам воют на пустоши, и увидеть их нельзя, поскольку они, ну, призрак них невидимы. Но детский голосок постоянно пристает к одиноким путникам и очень просит, чтобы ему дали имя. А зачем? Затем, что именно с этим именем он наконец-то может, это все равно, что его окрести. Они же похоронены некрещенными. И если ему дается имя, то призрак младенца успокаивается и перестает осаждать людей. Они не отходят далеко от того места, где их выбросили. А человека, к человеку предстоит, когда он проходит только совсем-совсем близко. И в основном они своим воем и криком предсказывают ненастную погоду. И да, у Бюрдена есть тоже такая особенность, это его политичность. Они невидимыми могут преследовать, допустим, мать, которая ее выбросила, если она пройдет мимо этого места. Он обязательно, особенно если она идет в сопровождении кого-то еще, скажет такой стишок, который изоблесчит ее преступление. Также это те, кто, сейчас я рассказала, те, кто не упокоился сам собой. А бывают такими отецы, которых называют свое колдовство? Их называют, довольно сложным словом, упакнем. Покойник вызван для различных целей. А какие, как вы думаете, могут быть цели для такого страшного действия? Разупокаивание умершего. Обычно этим занимаются губы. Месть, убийство. Месть. Захват чего-либо ему считать ружими руками. Да, именно. А иногда даже поиск клад, поиск надежно спрятанного клада. И они чем удобны? После приказания хозяина, они ведь это приказание его без рассуждения выполняют. Им не важно, насколько оно было справедливо, насколько там действительно его хозяина убили. То есть обидели, что он вот так желает вести этому человеку, на которого напускает вот этого инструмента лица. Иногда не обязательно ставится целью погубить обидчика. С помощью вот такого существа его можно просто запугать, застращать, заставить что-то сделать. То есть ради того, чтобы его перестал преследовать вот такой вот товарищ, человек сделает все что угодно. Драунги бывают не только погибшими на земле. Также бывают погибшими в море. Раньше, потому что в Скандинавии, так как условия мореходства были довольно тяжелые, погибало на море много моряков. И вот некоторые из них, погибшие при осюда на топических обстоятельствах, превышались в драунгах. Морской драунг, он имеет некоторые особенности. Он в сравнении с сухопутным очень большой. Он вырастает постепенно до достаточного крупного размера. То есть почти не разметывается. А? Водой как-то врань. Водой как-то врань. Водой как-то врань. Да, наверное. Он достаточно злобный. И если вот он, как на данной иллюстрации, носится по волам и дико кричит, то тем, кто его увидел и услышал, он, говорит, сказывает гибель на море. А как вы думаете, вот такие страшные существа, а как же от них можно защититься? И как это вот в ролевой игре можно смоделировать? Ну, если мы берем время, когда скандинавские страны подверглись крещению, тогда, естественно, божественными молитвами. Ну, то есть проведением достаточно церкви, обряды, молитвы и так далее. Если нет, тогда, собственно, магии. И, опять же, помощь других богов. Ну, если языческих уже. Ну, да. Ну, да, действительно, молитвой его можно было как бы на раз отогнать. Колокольного звона он также боялся. Он, как и тролль, не приемлет колокольного звона. Ну, также Драунд боится освященного железа, любой стали, святой воды. Но всего этого недостаточно, чтобы загнать его в могилу раз и навсегда. Чтобы избавиться от Драуда наверняка, его останки следовало найти, выкопать и сжечь ветла. Ну, как говорили. А это, ну, в общем-то, достаточно сложно. Ну, не каждый за это возьмется. А что можно сделать, чтобы вообще ничего этого не применять? Ну, чтобы Драунд перестал всем доставать, как вы думаете? Похоронить его. Да, конечно. Почему он, в основном, вот не учается так, а не учают другие? Его надо похоронить по-человечески. То есть, вот так, в ролевой игре можно устроить такой достаточно интересный квест с обрядами, с приключениями и со всем прочим. А, ведь это можно использовать как наказание. У вас там вот битва прошла, вы своих там через полчаса не похоронили. Не похоронили. Не похоронили. Да. Особенно. Особенно забавно, если не похороненных будет там, ну, человека четыре-пять и они все вместе. И это классное посмертие, кстати. Да. Для погибших. Да, да, да. Действительно. Они не просто мертвятник пришли. Вот, например, сказали, ну чего, парень, вот ты устал? Скажут, да, устал, я хочу чайку попить. А я, нет, не устал, нет, ничего, не говорят. Ну, как вам будешь? Буду. Выпускаем. Так. Да. Второй способ, когда человек переходит из мира людей в полусторонние существа, это оборотничества. Надо, конечно, оборотни, ну, мы знаем, да, как они могут образоваться, почему вдруг они образовываются, становятся такими, как они есть. Но скандинавские оборотни имели некоторые свои особенности. Во-первых, их было два вида. Воролевы – это обращающиеся в волков. И ман-бьорны, то есть люди-медведи. И вот у них сильно различалось поведение. И, собственно, и воролевы, и ман-бьорны бывают, конечно, как добровольными, то есть какими-то определенными действиями человек может сам сделать себя оборотным. Так и насильно обращенными. Последний случай – это, конечно, действия злого родуна. Ворольвы, они превосходят, допустим, волков размерами, да и кровожадностью тоже. Они часто нападают на людей. И в своем волчьем облике они не помнят своего человеческого существования. То есть оборотник Ворольв может закрыть родного брата и не знать, не понимать этого. Их сжигает изнутри жажда крови. Верный признак того, что человека загубил Ворольв, то, что у него осталась натрунутая правая рука. Некий тайный запрет не дает оборотню к ней прикоснуться. В отличие от Ворольва, он бьет. Человек не убить. Он достаточно даже адекватный. Например, когда он в человеческом облике, он ясно осознает, что да, он оборотник. И он обычно честно может рассказать об этом семье, соседям. Ну, ребят, ну так вот получилось. Знаете, вот колдун закладывал яму, бьет. Когда он охотится в облике медведя, он обычно не нападает на людей. Он охотится чисто вот как медведь охотится в лесу. Он избегает нападать на людей. Страшится оружие. Допустим, если вкосят в поле косари, он не подойдет к человеку с косой. Листы даже не подойдет. То есть там он как обычный медведь, все как обычный медведь? Да, почти все как обычный медведь. Человека боится. Вот. Ну, и даже в Англион, вот у них такая особенность, если они встречают в лесу заблудившегося маленького ребенка, он не бросит его, он заберет к себе перлогу, и в медвежьем облике он будет ходить, навещать и выращивать этого ребенка. И, кстати, такие дети вырастают в здоровенных, запаленных парней и девок, которым никакая болезнь не страшила. То есть, фактически, их спасает человек-ледведь. Вот так полезные обмороки, надо их разводить. Надо их разводить, да. И где им хилы подкидывать? Да, да. В соседние, в соседнюю яму, чтобы, вот, воспитывай моего сына, а я буду воспитывать твоего. Или потом наоборот? Мама, я здесь просто зашила тебя. Там скоро детей не будет. А, слушай, ты поучаствуй, я не могу. Скажи, что маму любят. Там уже кого-то забирают. Да, 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 да. Да. Встать тебе. Встать тебе что? Встать тебе что? Встать тебе что? Встать тебе что? Ну да, конечно, конечно. Да мне уже просили, я обязательно это сделаю. Спасибо. Пожалуйста. Встать тебе. Встать тебе. Могут жениться на обыкновенных женщинах. И пребывая в человеческом облике, ведут вполне заурядное существование. Например, человек мобилен. В медвежном облике он могучий медведь. А в человеческом он может быть тихим, добрым и даже болезненным человеком, у которого, допустим, аллергия на цветущие деревья. На мёд. На мёд. На мёд. На мёд. Замечательно, да. Они могут тюниться на обыкновенных женщинах, но их отношения с супругами, конечно, различаются. Если Варульф, внезапно обратившись, он может супругу порвать, то Монбёрн её, естественно, не тронет ни её, ни детей, а просто аккуратненько за годи убежит в лес. Поэтому многие женщины достаточно часто не догадывались, почему их муж так много времени проводил на ночной охоте, пока вот он, собственно, сам ей не признавался. Играть в оборотни, на самом деле, достаточно интересно. Наверное, вот... Ну, на моё, конечно, мнение интереснее, чем в Драуга, уваживших мертвецов, поскольку, ну, они... Во-первых, они достаточно человечны. Потом их достаточно легко смоделировать с помощью волчьей, ну, и там, похожей на медвежью шкурки. Если, допустим, смоделировать как-то голову маску, которую вот так вот можно надеть, так это вообще замечательно. И, естественно, тут какая интрига может быть, что вот человек, сколько-то времени проводит человека, потом бежит в лес, надевает эту маску и бегает по лесу. Собственно, кто его... Он там выполняет какие-то, допустим, квесты от мастеров. А уж встретит он кого-то из своего, своей деревни или не встретит, это как получится. Но, как бы, мастера могут дать его брату и его жене, если он женат. Как квест? Узнать, разузнать, почему её муж где-то там подолгу отсутствует. То есть, естественно, не намекая на его истинную природу. И, как бы, если она... Ну, если ей это удаётся каким-то образом, то, ну, у неё квест выполнен. Можно разузнавать разными способами. Допустим, проследить за мужем. Но это надо, чтобы игрок не заметил. Это сложно. Обратиться к луне за советом, которая, допустим, она уже знает ситуацию этот игрок. Он тебе что-то подскажет. В общем, можно как-то ещё это всё провернуть, а в оборот не будет интересно. Мы с вами сейчас говорили о тех, кто живёт в горах и в лесу. Так, а есть у нас и водяные личности, бодрые личности, которые обладают рыбьими хвостами и живут в море. Они бывают двух видов скандинавы. Это морские цари, ну, соответственно, мужчины, и русалки, женщины. Морского царя называли хавман, то есть морской человек. Они достаточно нейтральны к человеку. Они красивые, добродушные. И тем людям, которые правильно себя ведут с ними и с окружающими, щедро делают добро. Ну, при этих встречах. Идеи другие достаточно музыкальные. Морской царь, он по канонам скандинавских сказок играет на арте. А русалка красиво поёт. Но своим пением, своей музыкой, они могут случайно завлечь человека в море, чтобы влюбиться, допустим, в ту же русалку, хотя она совершенно не была. И получаются личные трагедии. Туйбаки очень любили морского царя, потому что он в основном не трогал их, не переворачивал лодки, ничего. Он глаз подгонял утреннику, когда он особенно в хорошем настроении. Ещё часто лежит на волнах, ну, и играет, и даже спит спокойно. Вот плывёт рыно с ним в корабль, и морской человек спокойно спит. Единственное, их недостаток какой, как вы думаете. Так вот. Ну, они живут там в море как люди. У них тоже есть подводный дом, они как-то готовят себе пищу и всё такое прочее. Какого-то у них, может быть, недостатка. Если можно немножко отойти от подсказки и вспомнить, как думали и чего боялись скандинавы, они боялись гнева. Ничего для них страшнее не было, чем, собственно, гнев моря. Раз гневы, собственно, боялись морских людей и морского бога, собственно. Ну, да. Но это как бы не то, что там не морской бог, а морской церкви, в котором просто обычный человек, только у него рыбий хвост. Он достаточно добродушен. Нет, конечно, если их обижать, они рассердятся, как рассердился, всякий из нас, допустим, если кого-то там тыкать, начинают в него веслом или запостянуть, он, естественно, может нападать там, корабль перевернуть, оглушить, ну, что угодно сделать. Вообще у них такой недостаток. Они не равнодушны к противоположному полу человеческого рода. Бывает, что русалки влюблялись в парней, но морские царицы, соответственно, уводили к себе девушек, похищали. Это вовсе не каприз. Морские существа, они способны на настоящее сильное чувство. И в отличие от троллей, которые похищали женщин, чтобы обижать их постоянно по своему обучу, морской царь готов для своей возлюбленной, которой он на носку вниз, сделать всё. Никогда не умеет дышать в воде. Такая печаль. Да, ну как-то сам. Но если человек не хочет иметь ничего общего с хаммоном либо русалкой, то от них можно избавиться. Ну, избавиться, с одной стороны, довольно просто, а с другой, технически, это сложновато. Вот как вы думаете, чего они боялись? Опять же вспомним троллей. Они боялись колокольного спона. С одной стороны, если церковь стоит на берегу, то, звоня в колокола, можно, ну, с помощью молитвы, там можно было вызволить девушку морского царя. Правда, она, конечно, уже после пребывания под водой уже не будет такой, как прежде, далеко, но как-то все равно, что мы собрали, да. У морского царя и морской русалки, ну, я вот не нашла иллюстрацию, вот такая вот милая фотография. Бывает потомство. Обычно, если не морской царь и девушка, не русалка и человек, а вот двух морских существ, такое создание в детстве называется мармель. Оно, как всякий ребенок, оно размером, соответственно, с ребенка, но с детства оно доверчиво, добродушно. Мармель очень любопытен, любит узнавать все новое, любит общаться с людьми, запрыгивают в лодке, там беседуют с рыбаками, но они, притом, достаточно рассудительны, они мудры, могут дать хороший совет. Но для этого, как нужно понять, как с ними обращаться, естественно, есть два варианта. Мармель часто мерзнут, потому что дно не маленький еще. Если человек отдает свой теплый плащ, или хотя бы рукавицу, в силу своего маленького размера, мармель может и на голову натянуть, то те для них делают хороший подарок. Пригонят рыбу, дадут мудрый совет и так далее. Но с Мармель не умеет говорить. Он не любит глупых вопросов. Несмотря на то, что часто сам просит о помощи, что ему свойственно страдать от холода, но он все-таки, товарищ такой, в некоторых случаях делается сурово. Допустим, если человек спросил бы, спрашивать его, скажи, вот как ты мне посоветоваешь, где сегодня он пройдет косяк рыбы? Мне бы вот, если даже он пойдет далеко, я думаю, мы ему говорим. Мы ему сказали. А если он будет задавать, типа, кого ты больше любишь, папу или маму, или скажи ему, дорогой, сколько мне жить осталось, то нормально ему скажут, ты знаешь, вряд ли до берега сегодня это плывешь. Ух, он че так маленький? Как и любой ребенок, он может быть в конце концов, какой-то раздражительный. Это создание, которое обитает в море. Человек смотрист, сталкивается относительно реку. А вот существо, живущее в озерах, извините меня, у мельницы, в речках лесных, это, как и везде, есть обычный водяной, солдиновец. Его называют нёкком. Нёк или нюкр. Собственно, водяного боялись очень. Деревенские жители, особенно те, кто живет у речки, в леса, у озера, они очень боялись водяного, потому что к людям неизменно враждебят. Вот морские цари и русалки, они, в общем-то, бывают добрые и нейтральные. Водяной вреди. Его безобразие не смирит честь. Он топит людей, ломает веничное колесо, не даёт молоть муку, угоняет скот, просто пугает людей, утаскивает в воду маленьких детей и всё прочее. А для этого у него есть очень хорошее средство. Он умеет превращаться. превращаться в что-нибудь в водяную, например, в кочку, поросшую водоросли. Чтобы человек, допустим, вступил на него, эта кочка раз, и уходит под воду. Таким образом может, даже, в общем-то, резонство улетать. Он очень любит в водяную, превращаться в красивую белую лошадь. Она выходит на берег, и очень начинает властиться к приближающемуся человеку. Такая красивая лошадка, она может даже прилечь перед человеком, особенно перед детьми, и так, чтобы удобнее было на неё влезть. Как только обрадованный ребёнок, особенно дети часто ведутся, закрыт на эту лошадку, она разворачивается раз в озеро, и всё. И таким образом, этого ребёнка больше никто не видит. Ну, он особенно опасен, также, для молоденьких девушек. Они чаще всего, на виду с детьми, становятся его жертвой. Однако, водяного довольно просто прогнать. Ну, с помощью, конечно, молитвы, любого стального предмета, или железного, потому что, всякая нечисть, он боится холодного железа. Можно кинуть в него, а можно просто узнать, в любом облике узнать его, и назвать по имени, обратиться к нему, нюх, нюх, или старый нюх. Между прочим, что, название старинное, слезневековое чёрто, старый нюх, оно произошло именно от имени скандинавского водяного. Встречаешь на берегу, делаю лужить, сразу берёшь и ведёшь под кубку. О! Если вырос в стержон, значит, не опыт. Не знаю, может он вообще нормальный парень, просто с ним тусоваться никто не хочет, и он детишек любит ещё, и женщины, можно красивые, девушки молодые, никто к нему не идёт. Он их заманивает, у него там своя там варьгалла, я не знаю, если у него не надо, все хорошо. А потом вот здесь, если нет, не так, не пашу, не уйти к вам. Здрасьте, Николай Николаевич. Если вода запёргала, не умирала. Если нет, значит, просто ложись. Да, как вариант. Нет. Ну, это подключение. Да, в открытую название его поеме. Я просто хочу сказать, что вот, отличие от морского сообщества у водяного, вот он живёт в своём пруду, или озере. У него же, у него же, нет жены, какие-то, в салфе, как у русского водяного волн, в общем-то, из лодства. А ещё, свой дух бывает у такого водоёма, как водопад. Дух водопада, он, внешне, почти человек. Называется он фоссегрим. А фосс – водопад, и грим – грим, суровый. Но он относительно безобиден. Интересен он тем, что довольно час, но он всегда почти одинок. То есть, водопад, крупный водопад, где будет обитать фоссегрим, он там живёт один. То есть, двух таких духов на водопад никогда не приходится. Соответственно, ему очень одиноко. У него есть огромный талант, как вот вся водяная нечисть музыкальная. морской царь играет на арфе, а этот играет на скрипке. И, причём, играет он так, что не только грохот падающей воды слышен, но и шелест елей можно услышать, если посидеть и прислушаться. Шум ветра, тихое журчание, горное эхо, голоса животных. В общем, он очень такой талантливый скрипач. Если его слушать, он может целую историю сказать. А чёрт фоссегрим, как думаете, интересен людям? Они стремятся пообщаться с ним с какой-то целью. Музычку послушать. Ну да. А на воде он может играть? А научить? Да. Правильно. Он не просто может научить играть, он непревзойдённый учитель. Хотя его урока одного-единственного добиться достаточно сложно. Во-первых, ему нужно преподнести окорок. Барань-окорок. Копчёный. Бурман. Лучше. Веднее всего, чтобы этот окорок был не куплен и не взятый своё, а в кутере, а, украдину со себя. А, я думаю, ой, боже, какая-нибудь неисполнимый квест в Скандинавии достать окорок. А вот это уже в этой теме, да? Да, с обечным окорок соседом. Конечно, очень странно. Зачем посыгрим в водопаде копчёный окорок? Именно окорокали отчасти отчасти формы своей напоминает скрип. Соответственно, окорока он особенно любит и обеточина. Нет, серьезно, в скандинской мифологии говорят, что он любит именно окорок, потому что окорок формы напоминает скрип. К фасседриму на водопад нужно ходить три четверга подряд. То есть, каждый раз на любую работу. Нет, в первый раз бросить в водопад подношение, но в этот раз урока не будет. То есть, фасседрим будет есть, он принимает твой подарок. Второй четверг. Нужно прийти к водопаду и сесть настраивать скрипку. Ты настроишь ее так, что она потом никогда не собьется. Так, что она и только на третий раз нужно приходить и на этой скрипке начинать играть. Причем, фасседрим невидимо возьмет человека за руку, говорят, у него крепкая такая, холодная, мокрая рука, и он начнет с мучком водить по скрипке. То есть, таким образом помучает человека играть, и руку ему набивает сам по себе. То есть, он такой поел, сидит такой, покопает, приходит какой-то ложовщик, начинает пиликать. Водит и так нестанчивый пик. Он не допит плохих учеников. Да, кукры. А он говорит, что ученик плохой, он его хорошим сделает, он любого ученика. Прекрасно. Очень интересно. Да, на игре можно очень прикольно сделать. На игре можно жесть просто сделать, потому что он водит другой человека со смычком по скрипке до тех пор, пока пальцы человека на смычке не закровоточат. И если вот это последнее испытание человек выдержит, то он станет непревзогненным скрипачом. Так будет играть, что деревья начнут скакать под его воздухом. Нет, ну серьезно. И ливний замок на месте это такое, ну как, иноязычное выражение. Собственно, вот одно из изображений красивых. Красивое. Ну красивое, да. Там на предыдущем, кстати, рисовал его подводной хвостик или ноги, как у людей. У него ноги, как у людей. Да, я говорю, он почти человек. Вообще, в описаниях фасыгрим разница в основном это, ну, молодой мужик такой лет 30-40. А описание его одежды или ее отсутствие опять же разница от рассказа к рассказу. Мужик просто да, а я к стенке. Вот это я, к сожалению, не помню. Ручья попался совершенно случайно. Какого-то немецкого художника, кстати. А вот эта картина вот здесь, кстати, фасыгрим. Вот сейчас я немножко обведу. Вот он сидит играет на скрипке такой грузный. Это Теодор Кительсен. Он очень любил рисовать троллей, всякую скрытый народец, миссия, все это и прочее. Рисовал и старался реалистично, чтобы вот как они есть, так вот он их изображал. Основные картины, которые я, кстати, взяла под иллюстрацией, свой ромер треть, это его картина. С Тительсена. А все водяные скрипологи одинокие, грустные, музыканты? Ну, а то загородишь. Что? Она не мешала. А? Водяные скрипологи получается одинокие, просто одинокие, а если одинокие, грустные музыканты? Ну, водяные эти музыкальные, ну, кроме нёб, который, единственное, может изображать голоса животных водяных. Он же обращается. Тоже считается музыкальным. Водяного будет у него есть. Звучит камень. Просто почему это получается в такой барьере? Вода, она течёт, она постоянно, море шумит, река журчит, водопад грохочет. Любая вода имеет свой голос. Даже болото, в общем-то, булька. Так и не всем поэтому водяным духом присваиваться будет. А я поняла, водяной болотный он такой злобный, потому что он самый бездарный из них. Звучит его таращит, что у него не получается красивенько петь и играть. Он может у него просто Я не причинаю бедняжку. Может у него просто специфическое звучание? Да, то у него своя мать иная. Сейчас скажу. Ну и ещё один очень интересный персонаж, который тоже можно здорово обыграть в тройной игре с юмором и драматизмом это Хюльдра. Хюльдры они всегда только женского пола. Хотя встречается в сказках такое существо как Хюльдра Ман, но он относится несколько к иному роду существ. Хюльдр это всегда красивая девушка. Её можно встретить в поле или в лесу, где она пасёт своих коров. У Хюльдры всегда огромное скотное хозяйство. Коровы здоровенные, дают много молока и её профессия она скотница-молочница, она дует коров, собирает молоко, делает сыр и сметану, масло. То есть она красива и богата? Она красива и богата, конечно. По красоте затмевает всех встречных ранее девушек обычно. у неё такая особенность есть, что да, она появляется в наряде молочницы, скотницы. Тут очень мелкая картинка. Ой, у неё хвостик. Да, видите, торчит хвостик, сейчас мы об этом хвостике поговорим. А рыцарь нет, только хвостик. Так, вот такая симпатичная девушка. Опять, сейчас картины кипятся. У неё очень светлые, пушистые волосы, длинные, она очень красивая, чистая кожа, она очень нежная, милая, добрая при встрече, вежливая. Конечно, да, такая девушка покоряет сердце мужчин. Она стремится выйти замуж за человека. Или бывает так, что избранник её жена, ну тогда хотя бы родите к нему, ребёнка. Бывает, что Фюльза, влюбившись в парня, неделями преследует его, и при этом никто, кроме него, её не видит. Вот представляете, он идёт по тропинке, так вот, со стороны смотришь, чувак идёт, смеётся и разговаривает, так с собой. Ну да. у меня преследует девушка, не какая девушка, за мной там. Как приказанная. Да. Иногда, наоборот, случается, что парень влюбляется в лесную девушку, но здесь он может повести себя по-разному. Их брак и семья может сложиться. Он может уйти на её лесной хутор и жить там с ней до конца в своих несчастливах. Фюльдре также может быть повенчан, венчаться с ним в церкви и прийти жить к нему на хутор. И тогда у него будет всё прекрасно, потому что она прекрасная хозяйка, она не болеет. У неё рождаются красивые, здоровые дети. Что вообще с ней тогда проживало? ну, 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 хвостник. Не знаю, она после этого нет. Нет. Как сказать? Вот такое преданное. смотрите, смотрите, смотря по тому, как себя с ней поведёшь. Если муж ей достается добрый, доброжелательный, неленивый, работящий, а даже не жить счастливо. Ну, некоторые, заполучив волшебную невесту, начинают вести себя, ну, мягко говоря, нехорошо, заносчиво. хвостник по всей округе. А Хюнтер этого не любит. Я не знаю, что это было. Ну, да. Причём, она достаточно такая своеобразная. Дело в том, что у Хюнтера при всей её красоте растёт короний хвостик. Достаточно такой длинный, заметный хвостик, который из-под короткого платья видно. Вот. Да, она, если её муж достанет, она этим хвостиком может ему так навольнуть, что либо убьёт, либо сделает, ну, человек будет, короче, до конца своих дней не в себе. И он попадёт в бутбу. Ну, правильно, смотря, да. А ещё он, вот, он может падать в туалет, и всё будет как зомби. Ну, может, до этого дойти. Есть ещё небольшой минус, по некоторым словам. Вообще, говорят, что, если человеку удастся, Хюндру, говорить, венчаться с ним в церкви, то её короний хвостик отвалится, и она станет девушкой. ну, правда, говорят, что после того, как она станет обычным человеком, фантастическая её красота исчезнет. Она была просто красивой, да? Ещё есть небольшой минус, по некоторым преданиям, а не только у неё есть короний хвостик, который она очень часто скрывает первое время, чтобы его никто не видел, кроме избранного, и сначала и он. А ещё, по некоторым легендам, у неё пустота вместо спины. Да, говорят, что у неё пустота вместо спины такая. Вот у человека нормальная спина, а у неё как дупло в дереве. А можно я тоже расскажу правило? Ой, мне надо, давай чуть-чуть попозже, ладно? А как получается, как? То есть она пришла в церковь с ним, её же не видит никто. Это как повенчание нас, кого нас. Нет, ну как? Она может делаться невидимой по своему желанию. Если она идёт венчаться, добровольно с парой, он её уговорил. Естественно, она видимая. Священник знает, кого он венчает. В одной из церквей, говорят, хранится аж издавна семь таких вот хвостиков в Хюльде. То есть вот Хюльде пришла, обвенчалась, эта дырка у неё в спине исчезла, она стала человеком, хвост отвоился. Они привиты, говорят, к стене, но только единственное, спросят, где хвосты? Они здесь, потому что они невидимые. У тебя есть невидимая картинка? Ну как, там только хвостики будут. А где хвости? Какие хвости? Какие хвостики? Какие хвостики? Не видимо их. Я думала, вот, можно подогревать. Хотя бы на схвости хвостик. Видно у девушки, у девушки хвостик. Да, да, да. Вот она с хвостиком. А там платье длинное просто. Аня, где самозащита. А в общем-то, да, как? Валя. Хороший вариант вообще. В чем проблема? Если что, она скажет, ты не пей и не рада, мысли насчет. хвостик. Не-не-не, вообще, а в год в час. А что? После величания ты такая откалываешь, что мозг бросаешь. А-а-а! Понимаешь, ну, да, это вот замечательно. Он растворяется так плавно, весь с мясом, с молоком, со святами. А, да, с коровами. Нет, корову остается, остается ее разумение, хороший характер, сила. Вообще, Фюрдера может, говорят, подкову руками согнуть. Вот. Ну, нет, просто была легенда такая, что муж такой попался, ну, несговорчивый, непослушный, она его обедать зовет, да, он такой, а у меня дело отсутствует, не это дело, она отстань, да дело приду. Хюнда, жена разозлилась, пришла, говорит, чего тут у тебя, я подкову гую. Она взяла руками согнула, положила, говорит, все, готово, иди есть давай. И муж так додумался. Что-то такое, да. Да. Ну, и последнее, о чем нам с вами, наверное, хватит времени поговорить, и говорить последнее, это о так называемом сокрытом народцах. Вот, в скандинавских играх часто выводят таких существ, как альвы, цверги, гномы, но, вот, скрытый народец, он может, можно сказать, объединяет черты этих существ, вот, это такая, какие вот существа, аниши мифологии. Они бывают разные, они могут проникать в человеку в дом. если, допустим, человек, ленивый, любит долго спать, то, ай, умрет в дом, извините, то они проникают в дом и начинают это, человеческих изданий, все такое прочее. Их часто встречали окружающие именно в сумерках. А почему, скажите, именно в сумерках, когда дневные дела закончены, и не ночь еще, а вот именно уходит солнце, но еще не достаточно темно. Почему сокрытый народец проявляет себя именно в это время? Как думаете? Пограничное состояние? Да, пограничное, именно пограничное состояние. От этого вот границы времени. То есть уже не день, но еще и не ночь. Два мира как бы, ну, два времени соприкасаются, и люди, и по сторонам существа, они могут встретиться, увидеть друг друга. Скрытый народец народных верований скандинавов называют по-разному. Иногда Хюндерфолка, собственно, что называют скрытый народец. Иногда Бергфолк это горный народ. Народ холмов, обитателей, хранителей сокровищ, ну, по-всякому. А чаще всего их называют тюссами. очень хорошо. Ладно, сейчас мы придем. Скоро придем, так интересно, у меня ж муравки от скрытого народца. и давайте для простоты называть их тюссы. Тюсс нерке, то есть полумрак, сумрак. И есть картиночка такой? Тюсс всяческим человеком пошалить. Но только над ленивыми людьми. А задобрить их можно как-то? А? Задобрить их как-то можно? Ну, задобрить, да. не быть ленивым. Бывают лесные тюссы, которые живут в лесу. Они иногда принимают маленьких карликов. Эти карлики зачастую выглядят такими старенькими бабушками, дедурками, которые... Сключенные маленькие. Сключенные маленькие, да. Домашних можно быть ленивым, наверное, и подкармить. Давай вместе валяться на диване. Существа эти зарождаются, заслеют, заводят семьи, но, составившись, умирают. Только срок их жизни неизмеримо больше человеческого. Они схожи со сроку жизни низся. Они тоже у себя на скрытых хуторах занимаются домашним хозяйством, разводят скот. У волшебного мира свои законы, которые нельзя нарушать ни людям, ни этим существам. И если людям приходится жить бок о бок, с этим скрытым народцем, они старались ладить с ними и соблюдать какие-то правила. А можно я тоже правила расскажу? Я закончу, ты потом расскажешь, ладно? Просто надо немножко успеть. Получается увидеть даже в глухих местах странного вида церкви. то есть скрытый народец он тоже бывает крещеный, он собирается на молитвы, на какие-то мессы, рождественские службы. Но единственное, бывают даже такие случаи, когда священники скрытого народца навещают, приходят в гости к священникам человеческим, ведутся к богословскому и что интересно, они очень хорошо знают Ветхий Завет, а Новый им вообще не знаком. То есть, они живут в мире, где Бог есть, Новый Спаситель еще не пришел. Да. Известный скрытый народец своими музыкантами. Их музыка таит в себе опасность. Если они в присутствии человека увлекутся, то случайно могут заиграть и затанцевать человека до смерти. Потому что, если услышишь музыку скрытого народца, он так и тянет с плясами. Скандинавты какой народ уважали? Даже при постройке дома были определенные правила. Сначала нужно было спросить, узнать, а не живет ли здесь кто. Для этого в выбранном месте человек проводил три ночи. И если никто на его вопросы не отвечал, и он никого не видел, да, если свободно, можно строить дом. Седдер также много правил было связано с Седдером. Это летнее пастбище в горах, куда выгоняли скот на лето, чтобы он подкормился, нагулялся, и на зиму свои стойла коровы стали уже такими здоровенькими и давали молоко. Седдер обычно равно принадлежал и людям, и невидимому народу. люди им пользовались летом, но по дню святого Варфоломея, это в конце августа, 24 августа, в самый крайний срок по 2 сентября Седдер старались освободить. И перед выездом будет все убрать, потому что скрытый народец должен выехать в чистый дом, где все прибрано. иначе он усердится. Это очень хороший обосновок, как взносный продукт. Давайте на полигоне потом сюда скрытый народец придет играть. А на следующий год мы сюда приедем и уберем а плохо. И не выйдите обратно. Вежливые хозяева ставили перед входом на стол рамедерет. Такая специальная сладкая каша из сметаны с корицей. Скрытый народ все равно это народное скандинавское блюдо. И когда подходили перед тем как уйти подходили и говорили мы уезжаем теперь ваш черед. Таким образом приглашали скрытый народец гостить сколько им угодно зимой и поздней осенью. Было так, что люди не хотели чтобы в зимнее время кто-то тусовался у них на сетере. Тогда они рисовали просто крест на двери или вешали освещенное распятие или втыкали стальной нож или иглу. Но тогда на следующий год на следующий лето у них наху не было удачи. На этом сетере молоко кисло сыр получался плохим скот зато и дело заблудится ну и так дали а если ну если коль скоро будут жители они могут быть невидимыми то нужно было соблюдать некоторые правила безопасности чтобы их ненароком не поранить например когда валили дерево следовало громко крикнуть поберегись или здоровить предупреждение не только для тех кто находится рядом но и для сокрытого народца и воду нельзя было просто так выплескивать за порог особенно горячую можно кого нибудь было облить или ошпарить а потом если со скрытый народ придет человеку разбираться за обиду человеку придется не очень хорошо человек придет ему можно теперь ну хорошо расскажи я знаю другого персонажа это музыкант но я не поняла лишь два факта что он за мной так как я понимаю речь наверно намекли на самом деле с мычком скрытый народец он бывает как представит в облике маленьких каменьках так и вполне симпатичных людей достаточно молодого вида юноши девушек часто кстати человек бывает что влюблялся в девушку из окрытого народа если встречал достаточно симпатичную если он хотел оставить ее у себя то тут нужно было как бы было два следствия в общем либо перенкинуть через ее голову освещенный железный предмет либо поранить девушку считается что если представитель сокрытого народа проливает кровь в мире людей он не может уйти он оказывается в этом мире остается то есть уйти на свою сторону на ту сторону он уже не может то есть ты в любом случае кидаешь в девушку чем-нибудь железо если он перелетает через нее все нормально если не перелетает то тоже все нормально главное если нам на что и места не попасть ну да вообще это случалось потому что человек сам не то что какую-то девушку к себе уводил а сам сознательно уходил жить к тюссам а тот кто заманивали с какой-то целью к себе кто не хотел у них оставаться а хотел вернуться и жить в мире людей те должны были просто соблюдать определенные правила гостя у них во-первых нельзя было разговаривать с ними можно односложно отвечать но лучше вообще молчать и молиться как бы они тебя там и забалтовали ничего им не болтай в ответ да болтун находка для шпиона и потом нельзя есть и пить у них в гостях если ты догадываешься что у тебя тюссы пригласили мне нужно ничего у них есть и пить от всего нужно отказываться еда там нехорошее потому что приглядевшись многие замечали в яслах капельки крови то есть фактически да если с какой целью это делалось тюссами кровь в логическом мире считается ну как бы синематически известна кровь это часть человека которую он теряет так же если человек внутрь попадет или на него попадет кровь подземного жителя сокрытого жителя он отчасти сам частица становится сокрытым жителем то есть остается с ними то есть это нужно вот так вот учитывать так ну да и если у нас два минуточка еще есть я хочу тебя пригласили а ты сидишь такой ты не молчишь подазаешь господи тут оно лицом поможем похоже лицом на мову зая знакомая это мужу это тоже это в женщина корица verf Ad half жанна schon , Это не женщина-курица, это самый обыкновенный морской змей. Это более голодный и лафосный. Они показываются крайне редко. Да, это огромные морские змеи. Есть ли смысл вводить в игру в каком-то виде морского змея? Сложно отыгрывать. Моделировать крайне сложно, но упомянуть о нем можно. На побережье морского змея это достаточно осмысленное действие. Можем вот так вот сделать и если будем рассматривать какую-то сценку, вот так вот надо. И вот чтобы лоб не было видно, вот это типа голова. Понятно, все хорошо. Можно и смыслировать, оказывается. Особенно это если на игре большой удар в политику. Дело в том, что своим появлением, это бывает редко, морской змей предвещает какую-нибудь неприятность. Изгнание короля, мор по стране или другие это стихийное бедствие. Ну или скорую смерть вот в этом случае. Сколько они присоединены по водным играммам, проходящим на воде? И можно ввести в игру ограничивающий фактор, если вы заплываете за вовремя. А как ограничивающий фактор, почему бы нет? Вот я нарисовала, вот этот голова, вот этот голова, на завязке идёт шея, голова. И потом у нас всё из них. Ну и конечно, встань с нами, вводятся такие милые создания, как драконы. И появление дракона, в общем-то, в виду многих жителей червы, имеет значение, что появление москового змея. Он тоже предвещает всякие бедствия. Ну и также дракон имеет такое практическое значение. На них можно пойти с мечом, чтобы отнять у них золото, или чтобы освободить девушку. Которая, в общем-то, может, опять же, и не захочет освобождаться у дракона. У которого много золота. У которого много золота. Может, он к ней будет относиться, как живее, и будет давать им много золота, и много раздушек снятия. А это, собственно, довольно редко появляется в Сангинавских садах. Однако же, это существует есть. Это гиппокап. Собственно, морской конь. Вот, говорят, именно гиппокап, он тоже, на самом деле, огромен. Он может побороть морского змея. То есть, если между ними состоится битва, морской змей, терапита, больше сложнее. Он за китонаризм. Вот я. Ну и просто чисто для латимерия. На латимерию переростка похожа. На самом деле, это троллюарь. Это огромное китообразное существо, которое, в общем-то, не злотное. Но оно безмозглое. И оно часто занятое качество. Да? Да. Вот там дракон, он не едет, потому что он как немецкий лев, извлеки огонь. Немецкий лев упустошает все пресности. И дракон точно так же. Да. Да. А мы у меня... Вот это чудовище не очень мило будет видеть. Наверняка, оно ест корабли. И всех всегда. Он, если и проходит, то он случайно. Проходит случайно. Ну, не злотно. Да. Я даже не знаю, у него простые чувства. Вот это моя любимая. Соколение. Бабы, не честно. Нужно уже учить. Так. Ну, ладно. Да. Семинар у нас, в общем-то, закончен. Так вот, просто сейчас уже надо... Там дефилит костюмов сейчас начнем. Да. Прометливать кабинет, все выключать. И если же кому-то интересно, я сейчас иллюстративный материал переброшу сюда. Куда? Ну, на компьютер, вот сюда. Вот, а потом, если что, я текст перешлю в электронном виде кому-то из организаторов. Может, они, может, нас к инструментам приложат куда-то, если кто-то хочет. Интересно, да. Текст имейте. Ну, начало просмотрели? Да. Да. Спасибо большое. Очень интересно. А я хочу картиночку с этим духом водопада, где он в скрипке играет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.